Украинская степной Я хочу вас сейчас поинформировать Это слайд Это готовила Заводелом селекции Украинской степной Людмила Николаевна Григорки Она занимается Украинской степной популяцией Пчел 5 лет назад они создали Этот тип Который Отличался высокой гигиенической Характеристикой Тут показано На слайде как проводились Тесты Это европейский подход Тестирование пчел На гигиенические способности Как быстро пчелы Очищают больных Зараженных Личинам В этом Примугольник В этом таком ромбике Вы видите Тут есть 100 личинок Они Как тест проводятся Такая вот матрица С иголками Прикладывается И убивается 100 личинок С этого времени Опускается 100 в семью И ведется Учет Кому не получается Девчонкам не получается Вот так сразу Шлопнуть И 100 сразу Убить Так они Я говорю Где поврежденные Поврежденные личинки И мы Смотрим По времени Как быстро Пчелы Очистят Эти поврежденные Личинки В чем фишка Личинка Которая повреждена Она умирает Когда она умирает Происходят Биологические Биохимические Процессы То есть Ткань Разрушается Появляются Там Разные Возможные Микозы Которые Сразу же Поселяются На мертвых Тканях И если Эта мертвая Ткань Находится Чем дольше Она находится В расплодном Гнезде Тем Больше Проявляется Болезни Чем Раньше Пчелы Почистят Уничтоженные Личинки Они не успевают Там Зараза Не успевает Размножаться Поэтому Этот тест Так и называется Гигиенический Тест Так вот Смотрите На этой Табличке Видно Выхидна Это Как бы Стравнительная Неселекционная Обыкновенные Семьи С которых Начинали Работать Вот они Лимит Очищенных Вот Лим Написано Очищенных В садах Коммерки Ячейки В стандарте От 68 До 100 Должно быть Очищенных Ячеек В селекционной Также 86 100 Ячеек Очищалось Тут В селекционной Группе У нас было 24 Семьи А в контроле 96 Семьи И так же Мы проводили Тест На Аскосферозе Больных Аскосферозом В черт Значит Когда Вы посмотрите В конце Значит Количество За 24 Часа Оценка Стала Такой Что За 24 Часа Вся Группа Тестовых Семей Очистилась Все 96 Семей Очистились Полностью За сутки Хочу вам Сказать Что Допустим Европейская Кардика Очищается На 70 До 80 Процентов Только А только Вараат Толеранс Очищается Так же На 100 Процентов За 24 Часа Но Фишка Не в этом Фишка В том Что Наша Селекционная Группа Вот Эта Которая Гигиеническая Она На 22 Процента Быстрее Очищалась Чем Лучшая Европейская Вараат Толеранс Семья Я Когда Это Рассказал Бенефельду Он Не Поверил Мы Предоставили Этот Материал Чтобы Не Поверили Он Согласился Да У вас Есть Такая Пчела Только Надо Теперь Определить Ее Генетику По Генетике Показала Что Это Отдельная Популяция Известной Расы Македоники Это Наша Украинская Степная Но Она По Генетике Совпадает С Македоникой А Немцы С Македоникой По Генетике Не Работали Поэтому Они Об этом И Не Знали Если Б Они Это Знали И Опять Назад Сегодня У Них Уже Была Пчела Врат И Рас А У Нас Этот Эксперимент Финансировался В начале 2015 А Последних Два Года У Нас Нашлось Денег Закончить Эксперимент Понимаете Прикратили Финансирование В институте И Пасеком Разбрелось И Все Что 5 лет Нарабатывалось Потерялось Ну Люды Остались Еще На Ее Пасеке Семьи С Которые Мы Продолжаем Работать А Вот Эта Схема Как Создавалась Гигиеническая Группа Украинской Степной Ну Вверху Видно Что Написано Что Группа Украинских Степных 450 Семей Было Потом От них Определили 20 Пчелосемей С 450 Сколько Надо было Труда Приложить Чтобы Перемерить 450 Семей Проколоть Отобрать Лучших И С этих Лучших Дальше Формировать Группы С этих Групп 5 Надо было Отбирать Между Линейные Надо было Делать Потом Межлинейное Скрещивание Опять Отбирать И В конце Концов Мы Получили 50 60 Пчелиных Семей С этими Характеристиками Можете Посмотреть Как они Сохранялись В Следующие Поколения Ф1 Ф1 Ф2 Разница То есть Серьезно Проделанная Работа И Если Единственное Что мы Еще не Можем Получить Я думаю Что мы Получим Потому Что 34 В этом Голубу Я ее Получил Съемлет Между 34 С этой Группой Гигиенической На своих Пчел На свою Подолянку Вот То есть Она Получилась Межпородный Кросс Между Украинской Степной И Карпатской И только Из-за Того Что у Есть Есть Такая Особенность Она Несколько Строгая Семья Она Не Разрешает Вольности Но Не Украдут Да Ее Не Украдут Например Доктор Бухлер Считает Что Пусть Она Будет Кусючая Пусть Она Будет Злая Но Пусть Она Убивает Клеща Сама Понимаете Я С ним Спорил Неудобно Работать Людям Он Говорит У нас Есть Рукавицы Кожаные Но У нас Не Будет Химии Мы Не Будем Амитразом Убивать Людей Мы Не Будем Увалина Использовать Для Уничтожения Живых Организмов Внутри Человек Еще Интересно Когда Мы С ним Общались С немцами Очень Интересно Общаться Мы Планируем На 3 Года На 5 Лет Вот Мы Будем Делать За 5 Лет Мы Это Получим А Они И так Не Смотрят Они Что Будет Через 100 Лет Я думаю Через 100 Лет Уже Кости Моей Не Будет Через 100 Лет Это Популяция Сохранится Или Распадется Для Вас Это Неважно Ваши Внуки Ваши Правнуки Может Этим Будут Пользоваться И Мне Неудобно Стало Что Я За 5 Лет Говорил Что Будет Продолжать Это Они Надеются Что Это Все Будут Значит Вот Смотрите Тут Вы Сделали Уже Выводы Отселекционированные Пчелы Характерны Высоко Гигиеническое Поведение 92,2% За 24 часа Было Выведено Очищено Ослабление До 20% А Потребление Корма 1,6-1,9 Кг На улочку Пчел В этой Популяции Украинской Стебной На Улочку На зиму Или как На зиму Да На зиму На зиму И Медопродуктивность На стационаре 37,47,1 Кг Это Линейно Это Это Некроз Это Не Междинейный Гидрид Это Стабильная Чистопородная Семья Это То Что Я говорил На начале Что Стабильные Чистопородные Семьи Они Никогда Не будут Медопродуктивны Вы Должны Это Понимать Медопродуктивны Будут Пчелы Междинейное Скрещивание Межпородное Скрещивание Но Они Будут Работать Только В Одном Поколении Надо Их Постоянно Покупать Как Бакфаст Его Надо Постоянно Купить Хороший Бакфаст Чтобы Бакфаст У вас Работал Вот А Купить Бакфаст Вывести От него Дочек И Облететь Где-то Там Это Все Бакфаст Закончился А Вот Если Вы Каждый Год Купите Бакфаст Хороший С Семья Это Для Селекции Это Хороший Селекционный Материал А Вот Для Пчеловодов Которые Занимаются Медом Это Нужны Гибриды Ф1 Ф2 И Желательно Чтобы Они Передавали Свои Характеристики Из поколения Поколений Желательно Водить Страйги Взят Такой Вопрос Есть У нас Еще Время Не Подает Например Скажем Про Бакф Если Она Привозится Я Говорю Примерно В Наши Края В Наши Края И И И И И И И Чисто Наша Местность Потому Что Как Мы Не Хотели То Что Здесь Родилось То Что Здесь Самое Преобелось Вырос Она Сохраняется Мы Никак Не Убьем Вот Именно То Что Было Здесь Вот Это То Что Род Выросло Здесь На Наших Местностях И То Что Привозится Оттуда Через Несколько Лет Если То Не Привозится Она Переходит В местную Чулу Или Сохраняет Хорошо Хороший Вопрос Спасибо Я Вам Сейчас Объясню Значит Пое В том Считает Что Вот Если Мы Тут Привезем Что Оно Испортит Нашу Пчелу Да Генофон Испортится Да А Другие Ученые Считают Что Приедет Оно Тут Поживет Немножко И само Стохнет Потому Что Это Не Для Него Тут Есть Разные Мнения Но Люди Имеют Такую Возможность Управлять Процессом Эти Если Бо У нас Не Было Этого Этой Возможности А Была Просто Природа Природа Сделала Так Как Надо Для Этой Местности Умер Или Умерла Наша Популяция Которая Тут Есть А Она Не Умирала И Жила Столько Лет Или Умерло То Что Привезено Обычно Люди Вмешиваются В этот Процесс И Во Природе Создают То Что Природа Вы Сама Не Создала Что У нас Получается Когда Мы Получаем За Бакфаст Мы Привозим Хороший Бакфаст Надо Понимать Что Такое Бакфаст Это Много Лидер Неступенчатый Гибрид В Который Люди Вклали Свои Знания Знания Биологии Тех И Других Популяций Которые Там Скрестили И Получили Прекрасную Пчелу Для Какого-то Региона С Какой-то Задачей Этот Бакфаст К вам Приехал Он Работает Он Может Поменять Свою Матку Если Что-то Не Нравится Он Может Ничего Не Делать Он Может Просто Работать Но Он Будет Размножаться И Он Кроме Рабочей Пчелы Которые Вам Носит Будет Давать Также Мальчикам Которые Будут Искать Девочек А Девочек Они Могут Найти Ваших Потому Что Пчела Так Построена Что Они Близко Родственно Не Спариваются Вы Не Видели Чтобы Неплодная Матка Тут Ж Образоверилась В Улье Она Должна Куда-то Лететь Кто-то Должен Найти И Желательно Подальше Чтобы Родственники Не Були И Обязательно Ваши Матки Обязательно Найдут Этих Пацанов Этого Бакфаста И Вы Получите Тогда Уже Гибриды Возможно В первом Поколении Это Будут Прекрасные Гибриды Которые Будут Работать А Возможно Что Это Будет Что Такое Что Вы Будете Бояться Подойти К Улучшить Местные Комеси Которые Уже Давно Загаджены Я Например Говорю Что Непонятно Улучшить Или Еще Ухудшим Понимаете Когда Мы Занимаемся Чистопородным Разведением То Я Вам Показал Сколько Надо Сделать Работы Чтобы Получить Чистопородные Группы Чистопородных Маток И Чистопородные С Чистопородными Если Мы Смешиваем Мы Получаем Одинаковые А если Мы Имеем Даже Одну Известную Маршу Хорошую Качественную Допустим Привезем Мы Смехайна Или Смайна Или Случкова Селекционированную И она Облетелась Непонятно С кем Тогда Трудно Сказать Что Вы Получите Дочек Хороший В первом Поколении Они Будут Еще Удовлетворительные Но Во втором Поколении У вас Это Микс Уже Непонятно Что Поэтому Во всем мире Селекции И контролированное Островное Или Высокогорное Семенение Маток Для работы Чтобы Знать Кто Мама И Кто Папа Понимаете А то Что Мы Имели Напасека Почему В советские Времена У нас Были Планы Породного Районирования Ну Была Власть Какая То И Никакого Тут Завезения Чужого Не Было Наука Работала Отрабатывались Селекционные Группые Линии Они Отправлялись По всему Советскому Союзу И Тестировались На Пчеловодческих Разных Фермах И Делались Вот Такие Вот Как я Вам Сейчас Показал Последнем Слайде Таблички Опыты И На основании Этого Создавался План Породного Районирования И Поэтому Львовская Закарпатская Были Заказниками Заповедниками Карпатской Популяции Пчел И Сюда Никто Никогда Ничего Не мог Завести Потому Что Граница Была Эти Пчелы Тут С ними Работали Но За 25 Лет Независимости Независимости Украина У нас Все Изменилось У нас Не только Мы С Фадеевым Могли Привезти Мат Могли И Другие Разные Люди Привезти Завезли И У нас И Элган Есть И И И Густика Есть И Кардаман Завезли Бат Расстав Навезли То У нас В разных Вегонах Есть Куча Уже Разных Пчел И Поэтому Сегодня Стоит Очень Острый Урос Так же Как У вас Может Так Я Еще Не Знаю Но Я Просил Некоторых Ваших Чтобы Дали Свои Пчелы И Вас Тоже Просил Дайте Свои Пчелы Мы Сделаем Анализ Вот Мы Сделаем Анализ Сейчас Я Вот Например Я Вам Показываю Как Выглядит Один Из Анализов Проведенных Испытаний Да Вот Справа Я Все Вам Мы Тут Протестировали Слева Табличка Видите 70 Пчел Слева Табличка Там Да Вот 70 Пчел Мы Проверили Это С какой-то Одной Семьи Взятые Пчелы Отрезано Крыло На Препаративное Степнышко Потом Через Микроскоп Мы Делаем Фотографию Фотографию Сканируем И Ставим Точки В определенных Местах Пресечения Желкования Крыла И Это Дает Нам Возможность Эта Программа Определить Какой Породии Относится Эта Пчела Она Чистопородная Или Она Не Чистопородная По Какому-то Одному Параметру Определить Это Сложно Поэтому Эта Программа Называлась Программа Карташова Я вам Показываю Программу Карташова Как бы Ну Это Уже Наша Русиффицированная Программа Мы Пользуемся Программой Флюголиндекс Немецкой Но Эту Программу Сейчас Над ней Программой Карташова Работает Один Наш Коллега Который Вместе С Карташовым Эту Программу Разрабатывали И Вы Сейчас Сюда Уже Внесли Не Только Известные Европейские Марки Но Есть Уже Программа Последний Вариант Где Внесена Украинская Степная И Украинская Карпатская Пчела Эта Программа Позволяет Это Определять Вот Смотрите Справа Вверху Написано Есть Породний Индекс Душечный Ага Заспускование Породний То есть У нас Есть Известные Стандарты На те Или иные Породы Пчел Допустим Вот тут Есть Мерифера Кавказика Сусмаи Лягустика И Карника И И тут Заложены Кубитальные Индексы Которые Присущи Этим Породам Пчел Программа Понимает Что Если В наших Измерениях Будут Эти Индексы Она Определит К какой Породе Эти Пчел Относятся И Вот Сразу Внизу Это Чтобы Человек Который Занимается Этим Себе Мог Посмотреть Что Заложено В Программе Это Первая Табличка Следующая Табличка Это Результаты Исследования Колонии Которые Была Вот Которую Мы 70 Пчел Взяли Это С одной Семьи 70 Пчел И Вот Смотрите Тут Показано Минимальный Кубитальный Индекс Дискредальное Путовое Смещение И Гантельный Индекс И Следующая Табличка Уже Нам Покажет Сколько Позиций Той Или Иной Породы Есть В В Этой Пробе Если Там Много Разных Пород Это Будет Гибрид А Если Там Будет 75% Одной Породы Это Уже Будет Порода Это Уже Не Гибрид Дальше Дальше Вам Показываю Как Оно Это Все Делается Вот Таблички Давайте Я Вам Покажу Сейчас Готовый Готовый Анализ У меня Есть Готовые Анализы Я Сейчас Попробую Вывести Попробую Вывести Вам На Монитор И Программа Тогда Определяет Уже Что Именно Вот Сама Программа Сейчас Покажу Вам Как Выглядит Вот Так Она Выглядит Эта Программка Она Написана В Программе Математической Программе Эксель И Тут Можно Все Посчитать Вот Как Порядок Исследования Точек Видите Крыло Мы Когда Увеличиваем Вот В этих Пересечениях Жилок Проставляются Цифры И Эти Данные Вносятся Мы Называем Это Цифрование Крыла И Программа Она Она Не умеет Читать Визуально Ей Надо Цифры Углы Цифра Расстояние Цифра Все в цифрах Математики И Вот Тут Как бы Образец Показано Вот 52 Крыла Мы Заложили Сюда Следующие Мы Смотрим По Породам Куда Она Относится И Тут Можно Посмотреть Диапазоны Диапазоны Программе Можно Прописать Диапазоны В Зависимости От Породы Которую Мы Изучаем Результаты У нас Могут Проявиться Результаты Покажут Нам Наличие Тех Или Иных Крыльев В Данном Образце Которые Мы Изучаем Данный Образец Который Был Сейчас Заложен Украинская Степная Пчела Была Третья Проба И Видите С 8 Майи 96,2 Процента 50 Крыл Была С такими Параметрами Эту Пчелу Можно Отнести Украинской Степной Потому Что У нее Такая Консолидация Кроме Этого Мы Можем Еще Увидеть И по Графикам И Графики Будут Показаны Вот Эти Графики Зеленые Прямоугольники Видите В этом Зеленом Если Семья Чистопородная Все Пчелы И Все Крылья Точки Будут В этом Графике Зеленом Но Если Они Куда Выходят За Этот График Значит Это Не Чистопородная Это Другие Пчелы Какие Что Там В Этой Смеси Есть Ну И Графики Кубитального Индекса Как наиболее Популярного Можно Посмотреть В каких Классах По Рутнеру Находятся Те Иные Крылья Обычно Должны Для Чистопородной Семьи В шести Рутнеровских Классах Должны Находиться Пчелы Если Если Они Размазаны Или Там Разные Пики Вылазят Это Уже Гибриды Это Помеси И Также Графики Дискайдального Освещения Это Все Строит Программа И Благодаря Этой Программе У нас Есть Возможность Сегодня Оперировать Тем Что Мы Имеем Вот Нет У меня Тут Нет Возможности Вам Показать Это На Экране Но Я Вам Покажу Может Так На Рабочих Графиках Вот Например Чтобы Понимать Вот Этот График Чистопородной Семьи Видите Я Все Покажу Вот Тут Видно Наверное Что Все Испытанные Крылья Находятся В параметрах Породы И Дальше Программа Уже Когда Рабочая Программа Когда Мы Кому То Делаем Анализы Допустим Вот Вам Будем Делать Я Вам Прислю Таких Два Листочка И Тут Не Надо Много Ума Прикладывать Смотреть По Графикам Для Вас Это Может Будет Сложно Потом Вы Тоже Поймете Но Тут Сразу Есть Вест За Кубитальным Индексом Целостность Колонии Нормальная Гибридизация Незначительная У вас Будет Написано Нормальная Ненормальная Гибридизация Есть Нет Значительная Незначительная Следующий График Вам Тоже Написан За Дискоидальным Смещением Гибридизация Отсутствует То есть По Восьми Параметрам Мы Определим Что У вас Зарьцерчелы Они Гибриды Они Помеси Или Чистопородные Понимаете И Если У вас Чистопородная Семья Вы Можете Из нее Выводить Мат Потому Что Первое Поколение Гибрид Даже Если Получится У вас Непонятно Что Летает Все Равно Она Будет Хорошая Потому Что Мать У нее Чистопородная А Если Вы Организуете Где То Место У Себя Тут Где В Радиусе 5 Км Не Будет Вчел И Вы Чистопородная Семья Которая У Хорошая Вы Не Будете Плохую Семью Убрать И Плохая Вы Вы Тогда Выведите Дочерей А У Пчел Есть Такая Особенность Характерная Что Мальчики Которых Рождает Мать Они Чистопородные Они Полностью Повторяют Свою Мать Потому Что Там Нет Ту Материнских Каких Только Плодотворенная Ей Если Не Плодотворенная Дает Мальчика А Плодотворенная Дает Девочка И Вы Тогда От своей Чистопородной Можете Получить Группу Систем Которые Будут Чистопородную Отдавать Крутам И Там Вы Можете Обречить Следующих Своих Матерей Получить Чистопородную Группу С теми Параметрами Которые Вы Получили Понимаете Да Понятно Теперь Такой Вопрос Если На Как Вы Как Они Облетают Затрудники Есть Разница Например Я Сижу Внизу А Кто-то Стоит Где-то На 800-600 метров В высоте В горах Понят Если Это В одной Территории Да Вы Имейте Ввиду В одной Территории Как Территории Территории Идут Сверху Вниз Пчела Идет Матка Поднимается Не мешает Я вам скажу Территории Собирается На Своей Дискотеке Понятно Есть Есть Восходящие Потоки Тепловые Восходящие Потоки Есть Такие Места В радиус Зелета Трутней Да Там В радиусе 10 километров Могут быть Они Не Не Будут Там Где Попало Спариваться Они Собираются В определенные Тучи Где Обычно Поднимаются Тепловые Потоки Восходящие Тепловые Потоки И В таких Местах Собираются Эти Дискотечные Трутовые Дискотеки Мы Называем Чтобы Понятно Было Студентом Но Я вам Объясняю Так что Там Собирается Очень Много Трудней В Эти Этих Местах Матки Которые Скопления Трудней И Не Важно Где Стоят Отцовские Семьи Внизу Вверху Еще Где Они Все равно Прилетят Туда Где Собираются Все Трудники И Матка На Подлете Еще На Подлете Этой Тучи Это Видно Иногда Если Вы Знаете Где Не Собираются Это Видно Там Серая Тучка Они Чувствуют Маток И Толпа Она Прямо Так Выдавливается И За Маткой Летит Я Не Знаю Как Она Мудряется Получить Но Как Это Получается Не Важно Где Отцовская Семья Но Отцовские Семьи Отцовские Семьи Не Должны Стоять Ближе 200 400 Метров От Места Где Вас Стоят Нуклеусы Нуклеусы Вообще Ставят Отдельности От Отцовских Семей Отцовские Семьи Стоят 200 300 400 Метра Могут Стоять В Стороне От Пасеки Где ЭВК Стоят Или Нуклеусы Не Зачем Ставить На Одной Пасеке Это Ничего Лучше Когда Они Стоят Отдельно Это Из Практики При Спаривании Матки Значит Как Находить Или Как Вы Потому Что Мы Не Все И Мы Не Все И Большой Где Есть Такие Проуки Или Низкоты Или Между Горами Между Трудни Там Быстрее Матка Плодотворяется Или Легче Там Или Подняется Высоко Как Именно Вот Это Где Примерно По Вашей Научной Я Вам Я Узнел Что Трудни Спарабываются На Высоте 20-30 Метров От Уровня Земли В Основном Все Скопищи Трудни Собираются В Местах Восходящих Потоков Они Находятся Там Где Прогревается Земля И Если Отсюда Гора И Отсюда Гора То Между Горьей Будет Обязательно Тепловой Поток Где Будут Сыграться Трудни Там Тепловые Потоки Там Сыграется Трудни Не Обязательно Южный Бывает Что Южный Поток Может Будут Южный Смол Прогреваться И Там Шара Да Будет Подниматься По Горе Уверх И За Собой Затягивать Холодный Воздух И В этом Месте Можут Найти Место Комфортное Место Для Своего Споровления Но Все равно Я вам Скажу Так Что Большая Часть Маток Споровывается Именно Так Как Иван Михайлович Но Так Как У меня Матководная Пасека Есть Я Не раз Ну Вы Видели На Видео Там Где Снимал Как Матки Соблета Прилетают Я Всего Над Пасекой На Высоте 3-6 Метров Видел Как Трудни Покрывают Маток И Если Вас Достаточно Наш Мэтр Гайдар Говорит До сего Времени Если Наши Парни Из Наших Села Много Есть Они Не Дадут Нашим Девочкам В Другое Село Идти Их Приходовать Будут На Месте Вот Поэтому Я Именно По Этому Поводу Что Если Достаточное Насыщение Трудного Фона Большая Часть Маток Ваши Дальше 500 Тере Полтора Километра От Ваши Парсики Не Улетит Я Имел Ввиду Того Что Например Я Хочу Вырастить Матки Делать Матки И Для Того Чтобы Я Мог Изолироваться Ближе Или Дальше Найти Такую Лозинку Между Горами Между И Отвести Туда Отцовские Семьи И Привезти Нуклеусы Туда Чтобы Было Отспарение Есть Изоляция 3-5 Километров Большая Часть Ваших Маток Там Куда Вы Отвезете Они Облетятся С тем Трутом Что Вы Там Вы Ставите Если Сосед Не Подвезет Знаете Если Теория Правильная Насыщение Прутовым Фоном Мы Это Использовали Сейчас Почему У меня Группа Стояла Из 40 Семей Стринских Подолян Потому Что У нас Много Пчел Но Иметь Более Гарантированный Облет На Этой Группе И Даже Я Сам Наблюдал И Это Видели Вот В обед Сейчас До Трех Трутин Летает И Когда У вас Тут же На Пасеке Стоят Матка Которая Вылетает На Спорование Когда Будет Возможность Вы Наблюдайте Она Вылетает Поднимается По Такой Глиссаде И Трутни Которая Вылетает На Порование Уже Ее Слышат И За Ней Уже Хоз Понимаете Она Еще Не Поднялась Они Уже Ее Настают Так Что Это Если У вас Есть Хороший Насыщенный Труховый Фон Эта Матка Далеко Не Улетит Они Просто Ей Не Дадут Я Имел Вред Для Того Чтобы Сохранить То Что Я И Улетит Но Надо Чтобы В радиусе Вашей Пасеки В радиусе Минимум Трех Километров При Хорошем Насыщении Турта Не Было Чужих Пасек Других Тогда Да Она Не Улететь А Если Ваших Соседей За Три Километра Даже Будет Или Итальянка Или Кордова Или Баквас Я Про их Грутнер И говорил В своей книге Что Они Настолько Живучи Что Летят Дальше Они Эти Труты Могут Прилететь К вам На Пасеки Они Летят Подальше И Поселиться Вашим Ульям А потом Вылететь Словно Это Тоже Под Вопросом Есть Тест Кардаван Называется Чтобы Определить Чистопородность Вы Вывезли Надо Знать У вас Чистая Нечистая Порода Так Вот Трутинь Кардаван Он За Десять Километров Прилетит Поселится У вас Вашей Ули Будет Там Жрать Пить Гулять И Вылетит Споровывать Ваши Ахмад Если Он Есть В округе А если Его Нет Все У вас Чисто Спокойно Я Я Задавал Вопрос Раньше До Эта Значит Если Я Нахожусь В Молдове Значит В Молдове Есть Примерно Определенная Порода Раз Линии Как И Эти Линии Они Должны Сохраниться В том Что Имеем Мы Или Что Имели Мы Раньше Если Это Что Привозится Сюда То Что Привозится Это Должно Убивать Как Чужие Парни Как Идут Другой Деревни Там Они Получат Так И Вот И Здесь Как Б Парни Не Убивают Один Другого К сожалению Ну Я Имел В В В В Вот Это Что Порода Или Та Раса Пчеры Которая Была У На Таком В В Местном Она Может Сохраниться Можем Если Вы Будете Сохранять Она Сохранится Ну Если Она Была Раньше А Сейчас У Заведено Вот Вы Говорите Про Молдовы Когда Будет Собираться У Наш Молдове Наша Новая Сотрация Она Делает Новые Законы Но Для Себя Не Для Нас Вот Они Сейчас Выпрашивают У Европейцев Очень Много Денег Чтобы Сохранить Генофон Молдав Карпат Вот От Друг Лекар Карпат Как Таковой А Тем Более Молдавской О Чем Он Говорит Это Популяция Местную Популяцию Не Могут Сохранять Вот Когда Это Собирает Нам Надо Молчать Потому Что Пусть Эти Деньги Лучше Вкладывают В Реально Что То Изучить А Не Сохранять То Чего Нет У Нас Молдов Ну В Румынии Это Как Там Карпат Там Вообще Тоже Ну Как Применять Закон К Румынской Карпат Если Там Намешано Украинского Сколько Главное Деньги Бюджета Бумага Все Стерпит Давайте Еще Вопросы Потому Что Есть Еще Время Сейчас Можно Еще Пообщаться Мор Бюджет У вас Нет У вас Нет Вопросов Перенос Тучина Хорошо Хороший Вопрос Это Уже Экселекция Это Больше На Круговском Давайте Тогда Будем Рассказывать Немножко Будем Подобавить Вопрос На Круговском Значит Перед Начинать Выведение Матер Надо Все Готовить Готовить Семьи Стартеры Если Вы Много Воспитываете Матер Допустим Если Мне Надо Получить Сразу 300 600 Матер Я Готовлю Несколько Семьи Стартеров Знаете Что Это Байзар Когда Небуду Семьи Вот И Перенести 300 Личинок Мне Надо Наверное Минут 20 Чтобы Перенести С Сейчас Появились Эти Китайские Шпателя Для Переноса Личинок Шпатель Заготовка Но Если Хорошо Прошлифовать Почистить Сделать Этот Язычок Маленьким То Перенос Довольно Успешный Он Даже Лучше Чем Мы Переносим Тими Маленькими Шпателями Что Сами Делают С Тоненьким Гончиком Но Хороший Шпатель Профессиональный Шпатель Которым Я Пользуюсь Наши Австрийские Друзья Наши Это Швейцарский Шпатель У Которого Лопаточка Которой Берешь Личиночку Она Внизу Расширена Она Позволяет Не только Личиночку Но и Взять Молочко В котором Она Лежит То же Самое Позволяет Сделать Шпатель Китайский Пластмассовый Он Долго Не работает Но Он Тоже Позволяет Просто По стеночке Опустить Язычок Взять Личиночку Перенести Ее И положить В мисочку Вот Все Это В зависимости От того Как у вас Лукан И к чему Вы Привызли Я Уже Плохо Вижу Я Работаю Переносить Вот А Есть Еще Методы Очень Простые Это Джентеровский Сот И Никотовский Сот Матку Закрыли Но Не все Матки Откладывают Яйца В сапар Понимаете Это Тоже Очень А В китайские Вот Эти Наборы Вообще Плохо Откладывают Если Откладывают То Личинок Выбрасывают Ну Да Даже Если Матку Прет Она Уже Раскормили Она Хочет Не хочет Это Машины Которые Откладывают Яйца Ее Кормят И Она В мае Откладывает Она Все На видео Видели Как Она Не может Остановиться Еще Ячейку Нашла Она Ложит Виктор Снимает И Она Все Одно Ложит И Вы Когда Ее Закроете В Некот Или Джентер Она Все Равно Положит Но Это Яйцо Не Значит Что Пчелы Будут Там Кормить Из Тех Что Прошли Через Мои Руки Лучше Были Джентер Списоты Оригинальные Немецкие Не знаю Какая Это Пластмасса С чего Они Делают Но Если Матка Положила Яйца 90 113 То 100 Яиц Будет Личинка И Уже Эти Можно Брать Для Начинающих В основном Надо Что Делает Немного Мата Потому Что С Этим Джентером Возиться Мне Проще Взять Положить На Штатин Набрать 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 Раздать Личинок И Сразу Помощники Вынесли Чтобы Раздать Воспиталке То Очень Нюанс Есть Когда Вы Делаете Прививки Иногда Можно И на Уле Сделать Прививку Если Быстро И Немного Но Когда Вы Прививаете 200-300 Личинок Это Время Уходит И Личинка Пересыхает Вы Не Видите Что Она Пересохла Вы Положили Поставили Ее Пчелы Как бы Взяли Ее Сразу Первый День Смотрите После Прививки О Как Хорошо Из 30 26 Приняли А На Следующий День Поднимаешь Что До 14 Осталось Это Делает О Что У Личинка Подсохла И Чувствует Сразу Надо Чтобы Влага Была И Тепло Я Например У Себя На Второй Пасеке У У У Печка Где Лаборатория Прививочная Мы Печку Топим Дровами И Тогда Заносим Туда Ванной С Водой И Когда Я Начинаю Прививать Мне Помощники Берут Просты Нам Нам И На Печку И Высокая Влажность Так Весь Мокрый Ну Делаешь Прививки И Тогда Хорошая Прививка Получается Тогда Личинка Не Пересыхает В комнате 28 градусов Тепло На Улице Тоже 28 Ну Нормально Еще Есть Другой Хороший Метод Прививки Это Приглашаем Мотководов К себе Если Кто-то Ко мне Приезжает На Прививку Прививочный Ящик Прививочный Ящик Это Четыре Рамки Три рамки С расходом Одна С кормом С водой И Сверху Перекрыта Фанерка В которой Дырки Насверли И Дырки Ставлены Патроны С мисочками И Когда Человек Приезжает Сразу Пчела Сразу С мисочками Смотрит Тут Когда Я Достаю Рамочку Даю Рамочку Чтобы Прививить Сидя Прививай Мисочка Вот Только Я взял Личинку Положил Мисочку Сразу Раз Нету Периода Когда Нету Времени Чтобы Остыла И Чтобы Что-то На нее Влияло Так что Если Есть У вас Такая Возможность Я бы вам Рекомендовал Так Делать А если Вам Не много А как это Что-то Пришел На дуле Встал Поднял Тут же Прививочку Чуть Привил И тут же Воспитал Поставиться Я Ну Как бы Как Сказать Правильнее Не нужно Так делать Но было Так В этом Году Первое Второе Майя Я делал Прививки При Восьми Градусах Тепла И На улице Погодка Наверное Как сейчас Было И После Трех Дней Приезжал Ваш Коллега С Кишинева Ко мне По матке Григорий Попа Я ему Специально Показывал Как Как там Ну Больше Восемьдесяти Процентов Приема Было Маточку Я ему Показывал На литий Молочка Все То есть Если все Делать Быстро Аккуратно И Быстро Аккуратно Получается Так Если Рука Набита И Переносит Личинок И там Все Делать То Погода Как таковая Она Сильно Не Повлияет На Те Личинки Естественно Если Жара Влажности Нет То Личинка Будет Подсыхать А в Такую Погоду Уже Уже Еще При Советском Союзе Делали Опыты И В холодильник Ложили Этот Расплод Перевозили Сколько Времени Расплод Для Привива То есть Определенное Время От Получаса До 45 Минут Погода Такая Не влияет На Личинку Она Если В молочке Даже Почему Молочко Сохраняется Когда Выращивают Маточное Молочко Собирают Почему Дольше Если Она С Личинкой Положите Она Засыхать Молочко Дольше Будет Нежели Когда Без Личинки Понимаете Одно Другое Дополняет Поэтому Если На Молочко Мы Прививку Делаем В Такую Погоду Я Делал Только Раз Там До 100 Личин Прививку Делал Но Зато Качественно Все Было Григорий Попа Сам Это Видел Давайте Маленький Быстро Надо Научиться Чтобы Поле С которого Вы Берете Личинку Было Подготовлено Чтобы Личинки Лежали Одинаковые По возрасту Не искать Иногда Я так Встречал У мотководов Вытащил Ранку Там Где-то Чуть Взял Личинок Там С той Стороны Ищет А нет Личинки А время Уходит Понимаете В чем Делать Надо Массив Личинки Чтобы Было Если Вы Берете Старайтесь Брать Личинку Не по Сему Всоту А Одна Около Одной Тогда У вас И матки Будут Все По Красу Одинаковые Они Будут Если Они У вас Темные Они Все Будут Темные Но Если Может Быть Что Вы Отсюда Взяли Они Темные А С той стороны Они Будут Каштанов Во Первых Это Время А Второе Это Может И Она Просто Быть Другая Положенная Поэтому Надо Очень Оперативно Это Делать Еще Два Инкубатора ТС На Седьмой День Забирали Восьмой Следующий Следующий Потому Что Если Ждать Воспитатель Это 12 Днів Пока Не Сидим Там Тысячу Бат Не Сделать Войне Увеличивается Нараздание Маски Да Быстрее Просто Освобождается Место Следующее Следующее Можно Конечно Для Чего Могри Если Тактикуют Два раза Приват Чтобы было Молочком Что Стоит Как Это Делать Если Приват Нормально Получается Если С первого Раза Нормально Зачем Еще Раз Это Уже Доказано Двойной Перенос Ничего Не Дает Потому Что В Каждый Дри Времени Личинка Получает Другой Горь Только Первые Три Дня Личинка Получает Одинаковый Примерно Одинаковый По Биохимии Корм А мы Берем Суточную Личинку И Пчелы Кормят Каждых Несколько Минут Другим Компонентом Корм И Если Вы Возьмете Личинку И Перенесете В корм Младше Личинка Это Плохо Это Все Равно Что Вы Кушали Салат А Вам Дали Сухой Хлеб Понимаете Так Что Лучше Привить Личинку Сразу И Чтобы Они Ее Начали Кормить И Необходимым Кормом Который Нужно Получать Каждых Полчаса Личинку Уже Кормят До Тысяч Раз В сутки Так Что Двойной Перенос Это Когда-то Считалось Что Это Хорошо Это Можно Делать Если Не Умеешь Привить Сразу На Следующий День Еще Допривил Тогда Уже Взял Отсюда Ну Как Я Рассказываю Как Это Делать Уже Вытягиваете Прививочную Повернули Ее Что У вас Не Приняли Соседние Личиночки Взял Это Молочко И С рамки Надо Взять По возрасту Такую Же Личинку Попасть Ну Попробуй Попади Такую Же Личинку Ну Это Как Бы Спасание Кривой Руки Пока Мест Можешь Сделать Сразу Хорошо Надо Учиться Делать Тогда Можно А Выкидывать Все Опять Переносить А вот Если Например На какое Время Мы Мы Можем Перевозить Например С этой Пасеки На ту Пасеки Например Маточники Или Открытые Каня Вообще Чтобы Не Чтобы Испортили Те Матки Шум На какое Время Можно Перевезти Наилучше Перевозить Маток Привитых Личинок Это Прививочных Ящиков То Что Я вам Рассказывал Привививочный Ящик Вы Приехали На Пасеке Сделали Прививки Тут Их Поставили И тут Их Уже Кормят Тогда Вы Можете Их Вести И Сутки Понимаете Там Семья Которая Кормит И Смотрит За Ним И Температурный Режим Согрюдается Да Вот Сразу Вот Только Вы Приехали Ко Мне Допустим Приехать От Вас Ко Мне Надо Сутки Вот Вы Взяли Стар Ящик Приехали Ко Мне Сделали Прививку И Уехали Через Домой Через Сутки Вы Приехали Домой Взяли Повытягивали Поставили Прививочные Поставили Воспитатель И Все Еще Отвечу Сейчас Отвечу Подожди Вопрос Лучше Перевозить Все-таки Яйца Вот У нас В этом Году Был Опыт Получается По По новой почте Вырезал Сот С яйцами Завернул В платок Ну Такой Влажный И в коробочку Гофрокартон Полтора Дня Они ехали Он Поставил Семью Привился Отлично Вышли Личинки Да Вышли Температурный Режим Да никто Разный Разный Температурный Режим Коробка Нет Было Разный Режим Держим А Это Летом 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 Это Летом Влажность Не дает Засыхать Да Литература Более Менит Это Яйца Это Яйца Это Говорит Когда Перевозят Их не кормят А как Ставят Ами Шестра Сформат Перевоз Когда Трясутся Кормят Кормят Дело В ящиках Прививочных Ящиков Все время Кормят Зачем Дело Тогда Когда Прививочный Ящик Ставишь Личинки Привитые Ты Сразу Не берешь И дёрна Три часа Четыре часа Когда Пчелы Начнут Кормить Эту Личинку И она Корм Уже Там Есть И она Держится В мисочке И ты Спокойно Везешь Но не Вези По такой Дороге Что там Ящик Будет Выше Головой Просто Мы Ехали В одно Село На Дороге Без Глез Там Привали И мы Ждали Пару Дни И так Привезли Пару Дни Не надо Три-четыре Часа Достаточно Чтобы Чего-то Приняли Личинку И все Потом Хуже Если Пошел Рожь Потом Если Много Баночного Молока Личинка Покрупнее Тогда Ее Сложнее Перевозить Масса У нее Больше Она Уже Двигается В молочке Понимаете А если Еще По таким Дорогам Как у нас Личинок Трехсуточных Я думаю Понимается Нельзя Переносить Еще Вопросы Спасибо Нету Вопросов Все Спасибо За Внимание Здорово 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 Другу Немцев Почти Уложились День День Мы Круче Немцев Да Я думаю Что Сегодняшний Семинар Многим Пойдет Нам На пользу Мы За Обедом Зацепили Еще Одну Тему Не По Селекции А Что Касается Самой Работы С Самой Семьей Последнее Время Вот Есть Тенденция У всех Человодов Мы Все Матководы Все Селекционеры Но Никто Не Открывает Что Есть Еще Много Нюанса Что Касается Работы Семьей Я Думаю Что Наши Понимаете Он Начинает Все Пересматривать Эти Рамки Пересматривать Это Катастрофа Только Открытие Гнезда И Сдвиг Одной Рамки На Четыре Пять Часов Вносит Четыре Время Наверное И Встречаться Учить Людей Технологии Как Определить Как Человод Подойти К Улью По Полету Пчел Определить Какое Состояние Семьи Это Же Можно Как Можно Послушать И По Звуку Определить Что У Нее Делается У Нас Даже Были Приборы Такие Апитестеры Мы Называли Микрофончик Блеточек И Микроусилитель Маленький Был И Фильтра И Там Двести Три Герца Допустим Один Звук Это Семья Перед Райвом Состоянии Двести Сорок Герц В Райвом Состоянии Там Двести Шестьдесят Верс Семья Вышла Матха Это Уже Все Было Советское Двина Понимаете Ноль Нет Ничего Просто Об этом Забыли И Если Хороший Пчеловод Может Есть Практика Что Пчеловод Может Обслуживать Семьдесят Семей Но Мы Знаем Что Пчеловод Опытный Может Обслуживать Триста Семей Легко Ну Не Легко Надо Наработать Так что Это Все Зависит От Того От Знаний Технологических Знаний Догляд Вы Забчел Посмотри Догляд Обслуживание Обслуживание Пчел Да Потому Что Мы Их Должны Только Обслуживать Мы Не Можем Их Заставлять Что То Делать Они Знают Без Наш Что Делать Мы Должны Помогать Чтобы Они Могли Делать То Что Мы Одни Хотим Получить Легко А если Мы Начинаем Учить Что Им Надо Делать Мы Им Там Рамки Разворачиваем То Ими Делезно Перевернем Че Знаем Как Ну Тогда Пчелы Начинают Нарудить Порядок Так Вот Наруд А А Мы Думаем Что Мы Им Помогаем Так Что Тут Вопрос Технология Еще раз Технология Еще Обработки Отмечают Чем Пчеловод Ну Давайте Продолжим Обработки Отмечают Я вам расскажу Как я Это Делаю Я Настушусь К новой Когорде Пчеловодов Которые Используют Современные Методы Химических Обработок Я Начинаю Обработку Своих Пчел Своих Всех Семей Тестовых Контрольных И сразу После Второго Медосбора После Липы У меня Там Ничего Уже Нет Взятка Внет Я Использую Полоски Полоски Я делаю Сам Полоски Я использую Один год Флууметрим Другой Год Я использую Тауфлувалинат Или Маврик Как вы Называете Маврик Это Карацина Который Используется На виноградниках И других Для уничтожения Клещей Значит Маврик Я использую В дозе 40 мл 40 кубов На литр Дистиллированной Воды Полоски Я использую 25 мм Ширины 1,5 мм Толщины Не шпон Шпон Не использовал И 25 см Длинная С дырочкой В Украине Не знаете Вы первый Серёж Я уже говорю Рассказ Завтра Вы знаете Это не секрет Это Использовалось Раньше Тестировалось Экспериментировалось С параллельными Ручными Группами И люди Которые изучали Влияние Эфирных масел На клеща Вараа Это В 86 89 90 Годы были И Игру И люди Которые изучали Дозирование Использование Акароцитов Которые Мы используем На садах Потом Это всё Надо было Объединить Но Объединить Не было Кому Много Появилось Других Препаратов Мы Ими Пользовались И всё Ну Когда Я Несколько Гряд подряд Посмотрел Полоски Которые У нас В Украине Продаются Не все Действуют Думаю Надо Что-то Прекращать Жалко Семей Тем более Если Ты Несколько Лет Работаешь Над Этой Группой И Она О Загнулась Я Не Могу Определить Почему Она Умерла Смотрю Хлеща Много Оставалось Это Мне Натопнуло На то Что Надо Самому Делать Полоску Полоски Делаю Используя Пихтовая Пихтовая Обязательно Пихтовая Обязательно Почему Пихтовая Она Служит Как Протектор На Пропитывание Самой Древесины Это Лучшее Масло Которое Впитывается Древесина Гвастичное Значит Гвастичное Масло Очень Сильно Заставляет Клеща Бегать Он Не Может Его Переносить Он Двигается И Чем Больше Клещ Двигается Буге Тем Больше Он Получает Дозу Отравы Для него Понимаете Вот Все Эти Масла Они Пихтовые Оно Как бы Помогает Адаптироваться Древесину К действующему Веществу Другие Масла Возбуждают Клеща И Не дают Просыхать Быстро Древесине Потому Что Если Просто Полоску Можно Просто Полоску Маврика Ну Сделать Простой Маврика Полоску И поставить Гули Три Дня Она Делает Работает Железом Умирает Но Потом Она Просто Высыхает И Все И Еще Несколько Дней Остается Следы Маврика Улья Но Они Мало Аффективны Поэтому Я Делаю Такие Полоски Нарезаю Из тополя Из римбы Надо Чтобы Древесина Лучше Была Бальца Но Бальца У нас Дорогая И Я Не мог Позволить Ее Есть Такое Африканское Дерево Бальца Она Очень Пористая Много Дырочек В ней Она Легенькая Следующая За ней Это Липа Она Тоже Пористая И Она Хорошо Насыщается Ну И Такая Банка Круглая Банка Туда У меня Обещается 400 Полосок Таких Нарезанных Ну Высок С Каких-то Этих Резиновых Бук Конфет Что-ли Нарезанных Многие Многие Банки Ну Наверное Да Чтобы 250 Ну 25 Сантиметров Чтобы Вместил И Тогда Этот Распорши Я Сделал Хорошо Я Выболтал Из всяких Мудростей Больших И заливаю Эти Полоски Залил Их Они Там Сутки Стоят Через Сутки Я Вытягиваю Подержал Чтобы Стекло С них Целлофановый Пакет Поставил Пошел На пасек Вытягиваю Ставлю Ее После Каждой Третьей Рамочки Ставлю Полоску Опять Три рамочки Полоску Стараюсь Ставить Растворное Гнездо В конце Слова Она Работает 7-8 День Гарантия Что Она Работает Можно Оставить На Больше Но Через Десять День Я Их Меняю Опять Ж Их Вытащил В ту Же Банку Тем Же Раствором Залил Полоски Да Они Не портятся Ничего Они стоят На гвоздиках И на спичках Два миллиметра Дырочка И еще Они стоят Еще Десять Днем Ну вот Я Уже В этом году Дал На Институт Дал На Украинскую Институю Мы проверяли Проверяли У нас На Компатке И После Полосок Которые Уже Использовались Разные Я не буду Называть Чтобы Не делать Антирекламу Никому Никто Не обижался И У него есть Там Канал В Ютубе Там Написывают Ему тоже Ослов Для тестирования Этих полосок После Я еще раз Делаю проверку Только Амитразов Вопрос Можно Как Вы считаете Ваше мнение Вот эти полоски Использованные Ну Какого-то Другого Производителя Если Возможно Вот так Применять Как Вы Делаете Они Тонкие Очень То есть Они Не годятся На повтор Понимаете Но Вот Если Образ То есть Есть Мочалка Она Имеет Толщину 2 см Мы Туда Взяли Ее Возу Раз Натянули Сколько Она взяла Воды 50 грамм То есть Не стоит Не стоит Туда Производителя Производителя Значит Они Этот Как бы Раствор Имеет Специальный Таких Пермостат Он нагревает Он быстрее Впитывается И в тонкости А при таком Как мы Один на поле Другой На Не знаю Где Это Не годится Значит Самый Нормальный Вариант Вот Еще раз Поразмеш 25 на полтора На 25 На 250 Вы можете себе Я не буду вам сейчас рассказывать Математические формулы Как рассчитать Количество действующих Вещества Которые должны быть в угле Это все просчитано Я вам просто говорю уже Комплектно Сейчас Если у вас Допустим Будут полоски 25 Не 25 сантиметров Допустим у вас Рутовские корпуса Вам 20 сантиметров Надо Но надо больше Просто поставить Ну И решили ее сделать То есть Чтобы Эта площадь Эта площадь Как раз Достаточно Для того Чтобы создать Концентрацию Необходимую Концентрацию Действующих Вещества Которые Будут убивать Клеща То есть Литр идет На 400 Полосок Нет Больше Нет Больше Пойдет Она Возьмет Сколько Возьмет Еще у вас Остается Тогда Вы следующую Партию Ставьте Еще Долили Я еду Чтобы вы Помнили Что Литр 40 миллилитров Маврика На литр воды Это Концентрация Наслаждается Уфельером Которые полоски На Синьо Сколько У вас Синьо Останом Сколько Рамок Всего Больше Четырех Полосок К зиму Никто Больше Десяти Рамок Не посылает Гнездо Больше Не занимает Зима И Синьо Останом Амитраз Останом Останом Я делаю только контрольное вливание амитраза Я не использую пушки Я не использую пушки Хорошая штукка Хорошая вещь Да Витя использует Я их не использую А с амитразом С амитразом Только водный росток в водный раствор и проливаю по улочкам. И ставлю я проливаю 10-20 семей, там 250. И отчасти проливаю, смотрю, есть или нет. Ну, если его нет, то нет. А метрас один метр литр подводит воды. А метрас надо вводить только проверенный. Я думаю, у вас лучше купить метрас венгерский, и вам будет это проще, чем покупать у нас там в Украине БПТ или еще что-то. БПТ еще хорошие. Да, они хорошие, но просто нет гарантии. А венгерский он так и называется тактик. Литрами продается тактик. Это коммерческое название метраса. По маслам. По маслам я разные концепции. Ребята, мне уже трудно разговаривать. Да, вы заукружаете. Это тактика. Это коммерческое название метраса. Значит, по маслам я пробовал минимальное количество, чисто с меркантельной целью. Знаете, у нас дорого это эфирное масло продается. Оно у нас 45 или 70 грамм, 5 миллилитров. Ну, гривен. Разных производителей. Поэтому я брал и по 1 миллилитру, и по 5 миллилитров. Что 1 миллилитр действует, что 5 миллилитров действует. То есть я не знаю, какая будет оптимальная концентрация. Но оно абсолютно экологическое. И сколько бы вы показали дали, когда бы много пластичного масла, пчелы выкучиваются. Да. Пчелы просто чувствуют и выкучиваются. Если вы даете там 2 миллилитра, они не чувствуют. Ван Михайлович, пленка заканчивается. Все, я не буду. Если есть вопросы, я съеду. Значит, если можно еще один вопрос. Последний, да? Последний. Значит, в моей практике маточники, когда растут, есть как бы толстосттенные или на этой же маточнике имеются как бы пузырьки и водка. Все становится. И есть гладкие и гладкие тонкие. И вот эти гладкие тонкие, они быстро уходят в районе. Это зависимо от устроения. Это когда у вас есть эти... А это значит, что есть металл? Нет. Есть семя, которая, пусть будет сказать, что бы не было, есть семя, чтобы с этой, она как будто ее... Я... 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 Я могу сказать... Но, мою точку зрения, это... Особенности, генетические особенности пчелосемьи. А они... Коррели... Коррели... У них есть корреляция, то есть взаимосвязанные параметры. Взаимосвязанные параметры, допустим, да? Вот как есть там мокрая печатка меда у калказянки, да? Она только у калказянки есть, да? Или есть, если есть у калказянки у других гибридов, там обязательно будет печатка меда. То есть, есть связанные такие вот факторы. И этот фактор, о котором вы говорите, это тоже генетически связанный фактор способности семьи к роению. Ну, это ничего плохого в этом нету. Вы же знаете, как предупредить роение, да? Просто надо заранее знать, что в этой семье она предрасположена к размножению. И это использовать для получения маток. Допустим, она раньше будет переходить перед роевой стан и там делать из них воспитательниц, да? Они будут хорошо воспитывать... Нет такого, разные люди... Мы же вот все разные, да? А семьи тоже разные. Еще спрашивают иногда такой вопрос, вот есть большие маточники и маленькие маточники? Правда ли это, что с маленьких маточников выходят плохие маточники? Это неправда. С маленьких маточников выходят тоже нормальные маточники. И с больших маточников выходят плохие маточники. Это зависит от того, как вы организовали воспитание, как воспитательница кормила, какой генетический материал вы туда положили, какую личинку вы туда положили. И очень часто люди стараются положить побольше личинку, чтобы уверенно, что ее легче взять. А некоторые стараются взять самую маленькую, вот яйцо только легло, оно еще не линяло, и ее берут и с нее тоже стараются вывезти маску, это тоже неправильно. Надо брать суточную личинку. По книге Набалева. Зависим, как он лег на дне. Папусть? Да. Знаете, если мы постараемся, конечно... Ваня, надо будет сделать видео такое, вот эта личинка суточная, вот эта двухсуточная. Суточная она полумесяц вот такая. Полумесяц. А если она, вот уже опустила свои кости, головочку, да, ей уже двое суток это точно. А если она пошла уже замыкаться, это уже три, это уже не годится никуда. Надо брать вот эту вот полумесяц. Вот это личинка лица. Она может быть маленький полумесяц, а может быть толстенький полумесяц, но будет полумесяц. Понимаете? Еще видны полосочки. Ну, это хорошо, когда видишь. Так что личинка должна брать какую личинку. Личинка должна быть 5-6 часовая личинка, вот это вот идеально. Ну, надо попасть. А вы, ну, чтобы потренироваться, вы видите, сделаете себе суток джангерский, да? И матку, и посмотрите. Вот через сутки, через двое, яйцо тоже. Оно сначала так стоит, потом оно стоит больше, потом оно легло, и через час она начинает превращаться в личиночку. И смотрите за ней. Лучше всего так. Потому что разные семьи дают разные, ну, величина яйца тоже разная в разных семьях. Если яйца большие, крупные, а есть мелкие. Это тоже зависит от многих. Матки зависит от величины яйца. Качество матки. Качество матки независимо. Это генетически. Есть люди большие, а есть худые. А продуктивность у них... А худенькие быстрее бегают. То есть ограничивать... Это была такая теория, что если матка мало ложит яиц, то там яйца будут крупные, чуть не страусиные. Даже не так. Как она яиц снесет, если она мало откладает яиц, как они прогодят через... А но все равно он положит яйцо, которое... То же яйцо. Вы же закладываете генетический материал из яйца. Все. А дальше воспитание. Дальше температурный режим, кормление. Температура. После того, как вы поставили прививочную планку в семью, воспитательницу, не туда глаз. Все. Там должно быть идеально спокойно. Стабильная температура. Без всяких вот этих вот... Воздуховодов там открыл. Посмотрю, сколько приняли, не приняли. А все не приняли. Ну сколько приняли, столько приняли. Все. Еще и дымоход, и дымаре надо посмотреть. Да, да. Еще подыменеть там, чтобы... То есть, вот это очень важно, чтобы пчелок воспитали нормальных маток. Надо, чтобы мы им не мешали. Это золотое правило. Так вы себе, как бы... Вот я для себя, так, лет 20 назад уже... Что пчелок надо помогать. И все. И не мешать. Надо только помогать. Воспиталки у меня всегда имеют форму. Всегда. Независимо есть взяток, нет взяток. Потому что у нас на западной Украине... Трудно говорить, когда вы о нас говорите. На западной Украине у нас нет стабильной погоды. У нас может с утра быть солнышко, через час может быть дождь. А в мае у нас и снег может быть. Поэтому... Вот у меня пошла ива козья там, 15 апреля. Идут взяток хорошие ивовые. И пыльца, и все нормально. А 20 апреля уже может быть ветер и дождь. Мокрый дождь с ветром и упадет температура. Поэтому я использую обязательно кормушки с кормом. Корм я даю кандипасту, которую делают 20% меда и 80% сахара, пудры. И если есть возможность, у меня 3% добавляю или пыльцу, или пергубер, или молоко. И это у меня там 2-3 кг кормушки, все время пластмассовые китайские кормушки. Она там все время есть. Там все время есть пчела. И если дождь на улице, пчела все равно в кормушке работает и несет. И кормишь. Так что лучше, чтобы кормовых запасов было достаточно. И не просто, чтобы рамки стояли в воспитательнице. Надо, чтобы они работали, чтобы они забирали этот корм, чтобы они несли его в гнездо. Это они будут забирать только канди. Можно сверху положить. Полиэтиленовый пакет, на струну туда положить канди. Сразу, как вы поставили прививочную планку, сверху поставили канди и разрезали. И забыли об этом на 5 дней. 5-6 дней до запечатания. Когда уже запечатают мотельчинки, тогда уже можно там, ну если уже так интересно посмотреть. Еще вопрос. Да, пожалуйста. А через сколько дней, ну лучше уже мотельчинки можно брать и переставлять на отводки? Да, на отводки. Десятый. Десятый, двенадцатый день. Это уже после двенадцатого, то уже мотельчинки начнут. Ну, ну, уже вины как раз мутницы. Если вы в нуклеус ставите, я в нуклеус ставлю маточники, которые уже вылазят. Они уже завтра, послезавтра должны вылезть. И я их ставлю в патроны. Потому что я сегодня понедельник и отбираю маточники, да? А завтра в вторник я им даю маточники. Я им сразу не даю. Если у меня нет времени завтра куда-то что-то надо делать, я маточники даю в таких патронах американских этих. Это защитный колпачок. Защитный такой колпачок, пластмассовый. Если колпачков не хватает, порастерялись по пасеке. Обыкновенная фольга, которая на кухне, там, кухонная фольга. Маточник вмотал в фольгу, только кончик оставляй. Кончик они не разгрызают и фольгу не грызут. И поставил в фольге им этот маточник и все. Он выходит, дальше работает. Потом следующее, когда будет матка этот вытащил, эту фольгу вытащил. Другой поставил. Можно еще использовать трубку обычную. Трубки есть маточники, такие прозрачные. Подобрать диаметр и режешь. Обычно, если пчелы не принимают маточник, а они могут не принимать, когда маточник другой линии, допустим. Или у них такой физический стан, что они не хотят принимать ваш маточник. Или у них еще была матка и только забрали. Сразу маточник нельзя поставить, они его разгрызут. Надо его через некоторое время поставить. Тогда в трубочке, в трубочке или в защитном колпачке. Они его со всех сторон изучают, изучают. Но маточники обычно, вы наверно замечали, они разгрызаются сбоку. И если сбоку пластмасска или фольга, они не могут разгрызть, они смиряются с судьбой. Ждут матку. А потом маточник не убивает. Она выходит без замка. Она выходит, у нее же феромона нет. Матка, которая рождается, она же рождается без феромона. Она рождается как обыкновенная пчела. У нее только на 3-4 сутки определяется начало феромона. А вообще феромон матки появляется, когда она уже оплодотворена. У нее следующий феромон. И когда начинает пласть яйца еще один феромон. И когда через месяц она уже набрала активную яйцекладку, только тогда появляется стабильный феромон. Вот потому, когда инструментальное семенение покупают маток, который не проверенный, то их разница, что та матка, по ней труд прошелся, у нее есть запах. А в этой нет. И она как обычная неплодка считается. И ее трудно, трудно подсадить. Поэтому вот, ну я считаю, и так стараюсь делать, чтобы в нуклеосе матка это засеяла. Когда уже сеет, уже расплод есть, тогда ее можно организовать. Когда появляется феромон? Тогда вы спокойно, ну как обычную матку подсадите. Рабочую. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok